МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно. Мы говорим об этом практически в каждом эфире, но поскольку направление у нас сугубо техническое, разумеется, на слух не очень просто воспринимается, поэтому не лишним будет напомнить о том, что в соответствии с соглашением между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и правительством города Севастополя, правительству Севастополя передано осуществление Федерального государственного надзора по нескольким направлениям. Во-первых, это Федеральный государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектов 3-4 класса опасности. Это надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений города Севастополя 3-4 класса опасности. Это надзор за соблюдением требований технических регламентов о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, надзор за соблюдением требований технических регламентов за соблюдением требований безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, а также грузоподъемных механизмов. Кроме того, в соответствии с дополнительным соглашением, я думаю, что об этом не лишним будет поговорить чуть позже, в соответствии с дополнительным соглашением, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации в декабре 2015 года, нам переданы дополнительные полномочия в области теплоснабжения, а также расширены наши полномочия в области энергетического надзора и в области энергосбережения и энергоаудита. Давайте как раз таки подробнее остановимся на этом. Мы знаем, что получили документ по передаче правительства Севастополя дополнительных полномочий. Что же это за документ, с какой целью его издали и для чего его подписал губернатор и как это отразится на предприятиях города? Действительно, это крайне важный документ и действие его отразится главным образом положительно на предприятиях города и я сейчас объясню, с чем это связано. Дело в том, что данным документом, данным дополнительным соглашением правительству Севастополя передан ряд полномочий, скажем, по регистрации опасных производственных объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов Российской Федерации. Что это значит? Если ранее представители предприятий и организаций города должны были, вынуждены были обращаться в территориальное управление Ростехнадзора за этим, которое находится в городе Симферополе, для чего им необходимо было неоднократно туда обращаться, соответственно ездить, соответственно обучать своих специалистов также в Симферополе, то сейчас этим дополнительным соглашением процедура эта значительно упрощается тем, что они могут обратиться в наш Севтехнадзор, то есть подразделение правительства, органы исполнительной власти правительства города Севастополя, где они не только смогут зарегистрировать свои опасные производственные объекты, но и предварительно получить весь объем, весь комплекс необходимых информационных услуг, а именно консультаций, полный объем консультаций для реализации всех своих действий. Кроме того, дополнительным соглашением переданы полномочия по проведению проверки знаний и аттестации руководителей и специалистов поднадзорных Севтехнадзору организаций. Что это значит? Это опять же значит только упрощение процедуры проведения этой самой проверки знаний. То есть этим дополнительным соглашением, я хочу выразить еще раз признательность Сергею Ивановичу, губернатору города Севастополя, поскольку он пошел навстречу, он вник в проблему и благодаря его действиям в том числе было подписано это дополнительное соглашение. Поэтому это значительный документ и большая заслуга в общем-то всех нас. Чрезвычайная ситуация в городе все еще продолжается. Расскажите о деятельности Севтехнадзора в этот период. Что уже сделано и какие задачи стоят перед управлением? Да, конечно. Дело в том, что несмотря на то, что на Севтехнадзор возложены в основном функции государственного контроля и надзора, и казалось бы в условиях чрезвычайной ситуации не было необходимости выполнения наших функций, Тем не менее, правительство Севастополя поручило Севтехнадзору организацию проведения специалистов предприятий, где должны были быть установлены резервные источники питания, и они установлены, конечно же, обучение руководителей и специалистов по вопросам безопасной эксплуатации резервных источников питания. И, в общем-то, реализуя всю эту задачу, было обучено специалистов ни много ни мало, 541 человек. А это, в общем-то, департаменты правительства, департамент образования, департамент здравоохранения, это социально значимые предприятия города, где установлены резервные источники питания, это и Севгорводы канал, это и учреждения управления культурой. Ну, то есть, в общем-то, не просто были установлены эти резервные источники питания. Правительство Севастополя позаботилось о том, чтобы они в течение проведения режима чрезвычайной ситуации безопасно эксплуатировались. А какова же работа, проделанная вами за прошедший период, и какие проблемные вопросы выявляют проведенные вами проверки? Ну, проделана, в общем-то, достаточно незначительная работа, и вы знаете, она в основном не всегда даже связана с, опять-таки, осуществлением контрольно-надзорных функций. Ну, я каждый раз говорю об этом, поскольку в настоящее время плановые проверки запрещены федеральным конституционным законом, управлением проводится ряд внеплановых проверок. Для чего, собственно, они проводятся? Они проводятся в рамках рассмотрения обращений граждан. Эти обращения поступают все в технадзор непосредственно и в прокуратуру города Севастополя, и касаются они, как правило, тех проблемных вопросов, которые тревожат и неравнодушных граждан города, тревожат предприятия и организации. А в основном это, как правило, касается жизни и здоровья граждан, проживающих на территории города Севастополя. И вот в рамках рассмотрения этих обращений Севтехнадзором, вот скажем, за 2015 год, было проведено 19 внеплановых проверок. Ну, может показаться это, в общем-то, немного, но я хочу отметить, что на сегодняшний день штат управления не в полном объеме укомплектован, и работает нас всего 7 человек, поэтому, когда вот этим количеством сотрудников выполняется такая работа, это, в общем, значительный объем. Кроме того, очень большое внимание мы стараемся уделять информационной работе. На сегодняшний день все-таки процесс хождения в российское правовое поле, он продолжается. Поэтому для того, чтобы предприятия понимали, в каком направлении им идти, сотрудниками Севтехнадзора постоянно проводится информационная работа, проводятся консультации с предприятиями и организациями города, проводятся семинары, разумеется, совершенно бесплатные семинары, благодаря которым мы вызываем руководителей и специалистов предприятия и доводим до их сведения, что именно им необходимо сделать для того, чтобы соблюдать требования законодательства вот в поднадзорных нам областях. Какие же нарушения чаще всего встречаются при проверках? Ну, поскольку, в общем-то, основная часть внеплановых проверок все-таки касалась энергетического надзора, то и нарушения, в общем-то, соответственно, были в основном связаны с энергетикой. Поскольку жалобы в основном связаны все-таки с внутренними проблемами садовых товариществ, то и рассмотрение их касалось вопросов неудовлетворительного состояния электроустановок и электрических сетей, которые находятся на балансе садовых товариществ. В рамках рассмотрения этих обращений, в рамках проведения проверок, задача управления, в общем-то, стояла в том, чтобы привести, то есть стимулировать потребителей электрической энергии, садовые товарищества, стимулировать к тому, чтобы они приводили техническое состояние своих электроустановок в соответствии с требованиями нормативных документов. Над чем работает управление в настоящее время и каковы же планы на будущее? В настоящее время значительная часть нашей работы посвящена созданию и совершенствованию нормативной базы для работы управления. Что имеется в виду? Поскольку, я уже говорила, в декабре вышло дополнительное соглашение, в настоящий момент значительную часть времени мы сейчас уделяем разработке и утверждению нового положения в управлении. Перед нами стоят большие планы по гармонизации тех нормативных актов, благодаря которым мы будем выполнять свои функциональные обязанности. Кроме того, постоянно ведется учет и грузоподъемных механизмов, и сосудов, работающих под избыточным давлением. Мы постоянно ведем прием граждан и организации, в ходе которого мы разъясняем не только требования нормативных документов, но и ведем личный прием граждан, где рассказываем им и о нашей деятельности, и объясняем им, как им действовать для того, чтобы реализовать какие-то свои нужды, будем говорить, и возможности. Давайте напомним, где располагается управление часы приема и обращение граждан и организации. Находится наше управление на улице Третья, Бастионная, 4. Время приема документов в понедельник, среда, пятница с 9 до 12. В любое время можно получить консультацию в телефонном режиме. Телефон 48 28 48 и 48 28 28. Пожалуйста, обращайтесь, и вы всегда сможете получить квалифицированную консультацию по тем вопросам, которые находятся в компетенции управления. Мы знаем, что в прошлом году были поставлены на учет Вашим управлением грузоподъемные механизмы. В последнее время ставят их на учет? Эта работа ведется постоянно. На сегодняшний день поставлено порядка 270 грузоподъемных механизмов на учет. Что такое учет? Это не просто запись какого-то грузоподъемного механизма в некий журнал. Нет, это целый комплекс мероприятий, благодаря которому инспектора, сотрудники нашего управления осматривают грузоподъемные механизмы, идентифицируют, так скажем, их и выдают документ, свидетельствующий о том, что грузоподъемный механизм поставлен на учет и, собственно говоря, соответствует требованиям нормативных документов. Говорит ли это о росте и развитии промышленности в нашем регионе? Ну, я, в общем-то, не могу анализировать данный вопрос. Однако я могу отметить тот факт, что все больше предприятий и организаций обращаются всех технадзор, а, соответственно, это свидетельствует о том, что они начинают входить, продолжают входить в российское правовое поле и есть стремление к тому, чтобы те нарушения, которые, в общем-то, если и были у них, то в ближайшее время, в кратчайшие сроки устранялись. Ну что ж, время нашей передачи «Стекло». Благодарю за компетентное разъяснение. Спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, в прямом эфире программы «В контексте» говорили с начальником управления по промышленной безопасности электроэнергетики и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя Вероникой Полковниковой. Эфир же телеканала продолжается. Впереди много достойных внимания тем. Не пропустите. Продолжение следует...